Глядя на последние эпические события, связанные с беспримерным проходом британского эсминца через наши территориальные воды, поражают ненаглость англичан, к ней как раз мы привыкли, а пассивная и невнятная позиция Вашингтона по этому поводу. Он не спешит поддерживать Лондон в его борьбе за права Украины самой устанавливать режим судоходства в своей исключительной 12-мильной морской зоне вокруг полуострова Крым, аннексированного у нее Российской Федерацией. И понятно, что Лондону на Украину плевать. Он влез в песочницу, где взрослые большие пацаны играют большими кубиками в свои взрослые игры со своими игрушечными корабликами, преследуя свои исключительно корыстные цели. Какие? Попытка британского хвоста вилять американской собакой – самое первое, что приходит на ум. Лондон, недоволен наметившимся после саммита в Женеве потеплением отношений между Вашингтоном и Москвой, и вызывая российский огонь на себя, пытается таким образом сорвать наметившуюся разрядку напряженности. Ведь предприми, Москва, резкие телодвижения по пресечению незаконного, с ее точки зрения, вторжения в ее территориальные воды, и тогда коллективный Запад снова встал бы перед необходимостью закручивания гаек, потерявшему страх и рамки приличия Кремлю. И тогда, прощай, разрядка, прощай, Северный поток-2, здравствуй, новый виток конфронтации. Задача решена. Все довольны, все смеются. Громче всех Украина, Польша и прибалтийские лимитрофы. Только чего не смеется Вашингтон. Неужели угроза Китая так велика, что ради нивелирования ее он готов помириться с Москвой? Неужели между Лондоном и его преданным сателлитом Лондоном пробежала черная кошка? И таки пробежала. И не одна, а целых десять. И ниже я объясню, какие именно и почему. А пока давайте разберемся с Кремлем. Почему при столь явном дерзком и наглом перетягивании Лондоном одеяло на себя, он по-прежнему в этом обвиняет Вашингтон? Вы еще не забыли заявление Путина, сделанное им во время последней прямой линии, когда он в курировании данной провокации обвинил США, чей самолет-разведчик, бортовой номер которого он привел, поднялся с военного американского аэродрома на греческом острове Крит и проследовал в направлении мыса Фиолент, снимая информацию о работе наших средств противовоздушной и противокорабельной обороны в момент прохождения через их зону ответственности британского корабля-нарушителя. Обвинения Путина в адрес Вашингтона тем более странны, что работа самолетов-разведчиков никакой новостью для РФ и ее МО не является. Они гроздьями висят над нашим новым укрепрайоном, оборудованным в Крыму, снимая и пеленгуя работу наших средств ПВО, ПКО и РЭП. И данный проход британского эсминца вдоль наших берегов был плановым, и даже если бы он не отклонился от курса и не вошел в наши территориальные воды на 3 километра, его все равно бы вел и снимал натовский самолет ДРЛО дальнего радиолокационного обнаружения. При таком приближении к нашим границам все наши системы наблюдения и ведения цели приводятся в полную боевую готовность, и даже если нарушение газграницы не происходит, самолету-разведчику всегда есть что поснимать. Скорее всего, Путин понимал, что подобные игры не начинаются на собственный страх и риск, и командир британского эсминца подотчетен своему вышестоящему натовскому командованию, а оно все сплошь состоит из американцев. И даже если британец не уведомил его о своих планах, то воздействовать на него есть больше рычагов у Вашингтона, нежели у Москвы. И если Вашингтон действительно заинтересован в смягчении наших отношений, то он воздействует на Лондон так, чтобы у того не возникло даже малейшего желания еще раз повторить данный эксперимент. Иначе за последствия пусть пеняет на себя. Путин четко обозначил, что произойдет в следующий раз, если такое, не дай бог, повторится. Большие пацаны играют большими кубиками, с Кремлем разобрались, теперь переходим к Лондону и его сложным взаимоотношениям со своим сюзереном. Как вы думаете, кто главный в этой парочке? Вопрос чисто риторический, можете не отвечать. Поэтому Путин и надавил на главного, а не на ведомого. В жестоком мире Чистогана все роли давно расписаны, и хвост может вилять собакой только в кино. Пусть даже этот хвост и ее величество. Кстати, роль бабушки в этой истории тоже далеко не последняя. И совершенно не случайно, именно она первой поздравила команду корабля с успешным для нее, все-таки не на дне морском. Окончанием операции. Ну к бабушке мы еще вернемся. А пока закроем вопрос с кошками, которые пробежали между Лондоном и Вашингтоном. Казалось бы, стратегические партнеры, друзья не разлей вода, трансатлантические союзники, исторические связи, обновленная атлантическая хартия и все такое, какие могут быть черные кошки. Оказывается, могут. Все дело в том, что в мире больших пацанов, играющих большими кубиками, не все так однозначно. Там взаимоотношения не строятся по линейному принципу «друг-враг», «вассал Сюзерен», «старший-младший». Оказывается, и над взрослыми, большими пацанами, какие бы большие кубики они не контролировали, стоят некие глобальные силы, дергающие этих пацанов из-за кулис за невидимые ниточки. И так уж случилось, что пришедший в овальный кабинет в январе этого года Байден представляет одни силы, а Борис Джонсон со своей всколоченной головой другие, прямо противоположные. И плевать на трансатлантическое единство. Дело в том, что Байден представляет либералов-глобалистов, демпартия США их инструмент, а бедняга Джонсон изоляционистов-консерваторов. В Британии они называются Тори, в США их рупором является республиканская партия. Именно поэтому Лондон в засос дружил с Вашингтоном, в период правления предшественника Байдена, несокрушимого ковбоя Трампа, а со сменой караула в Белом доме между ними пробежала черная кошка. И не одна. Маркером этого стало заявление Тони Блинкина, для тех, кто не знает, это госсекретарь США, третье лицо в государстве, что отныне Вашингтон будет ставить на Берлин. На Берлин, Карл. Именно там близкие им по духу люди. Такие же либералы-глобалисты, ХДС, ХСС, во главе с Ангелой Меркель. А это движение не имеет национальных и государственных границ. Оно надгосударственно, трансгранично по сути своей. Именно поэтому в Берлине играют бравурные марши. Эпоха разрушителя Трампа закончилась, пришли вменяемые, с их точки зрения, люди. А вы меня спрашиваете, чего это Байден открыл зеленый свет перед Северным потоком-2 и не поддерживает Лондон во всех его начинаниях? Потому что в Лондоне сидят не те люди. Впервые с 1936 года в офис на Даунинг-стрит, 10, это место расположения официальной резиденции премьер-министра Соединенного Королевства, пришли люди, представляющие клан Виндзоров-Ротшильдов. Их фронтменом и является Борис Джонсон, лидер консервативной партии. В 2019 году сменивший на этом посту и в резиденции на Даунинг-стрит Терезумей, представляющий интересы банкиров-глобалистов, которые непрерывно правили в Великобритании, начиная с 1936 года, с момента отречения Эдуарда VIII от престола. Либералы-глобалисты и консерваторы-изоляционисты — это две элитные британские правящие группировки, которые, конкурируя между собой, последние сто лет контролируют политическую власть в стране. В свое время именно либералы-глобалисты и развалили британскую империю руками своего фронтмена Уинстона Черчилля. Теперь с приходом Бориса Джонсона их время закончилось, их отерли от власти консерваторы-изоляционисты. Но в Америке, к несчастью для последних, произошли обратные процессы. Там консерваторов-изоляционистов, стоящих за Трампом, отерли от власти либералы-демократы, самым наглым образом сфальсифицировав выборы, после чего у Лондона начались проблемы, и они могут закончиться только после смены правящей элиты. Надо сказать, что в глобальном мире все еще сложнее. И глобалисты, и изоляционисты не являются вершинами этого айсберга. В пищевой цепочке под названием «Глобальный мир» и над ними есть силы, влияющие на них и определяющие их поведение. Их всего три. Назовем их условно традиционный промышленный капитал, стоящий за изоляционистами-консерваторами. В США их рупором являются трамписты-республиканцы, финансово-спекулятивный капитал, давно и прочно связанный с либералами-глобалистами, инструментами которых в США являются демократы и неоконсерваторы-республиканцы. Видите, как все непросто. И вновь вышедшая на арену борьбы сила, назовем ее БигТЭК, это американская силиконовая долина, хозяева интернета и соцсетей, цифровики. Именно поддержка последних и обеспечила неожиданную победу Трампу в 2016-м. И именно перетягивание БигТЭКа и хозяев соцсетей на свою сторону и позволила Байдену украсть у непобедимого ковбоя его победу в 2020-м. Поражение Трампа в ноябре 2020-го стало поражением промышленного капитала, ставленником которого он являлся, объединенным силам БигТЭКа и спекулятивного финансового капитала, ставленником которых был и есть старикашка Джо. Но обеспечив победу Байдену, условный Цукерберг вдруг столкнулся с тем, что его интересы в этой победе не были учтены. Какому Цукербергу понравится, когда его вызывают на ковер в Конгресс и заставляют отчитываться перед ним, как какого-то нашкодившего мальчишку? Поэтому сейчас мы наблюдаем обратный процесс, разочарованный, почувствовавший свою силу, БигТЭК объединяется с проигравшим промышленным капиталом, чьи интересы представляют республиканцы, и начинает потихоньку давить потерявших берега банкиров-финансистов в лице их ставленников-демократов. Пока арены их борьбы стали сами Соединенные Штаты, недавно пережившие смену управления. Но как только там все устаканится и все придет в норму, они сразу же возьмутся за весь остальной мир, который они планируют поделить на валютные зоны влияния. И право иметь свою отдельную независимую зону будет позволено только тем, кто это право может защитить, исключительно военным путем. Поэтому в отдаленной перспективе, которую рискуют застать все ныне живущие, мир будет поделен на китайскую валютную зону влияния, российскую. Угадайте, кто туда войдет? Американскую и европейскую, которая имеет все права на существование, надо только нарастить военные мускулы. И именно за право управлять в последней, в неравном бою, и сошлись Лондон и Берлин. И чтобы победить в этом бою, Лондону надо кровь с носа, расколоть Европейский Союз. Он это пытается сделать с помощью своих тупорылых шавок, восточноевропейских лимитрофов, Польши, стран Балтии, Чехии, Румынии, Болгарии, Грузии, Украины. Это вообще глупое, даже не понимает, в какие игры вязалось. И Турции. У султана в этой игре свой интерес. Большинство из перечисленных стран были прочно повязаны с предыдущей администрацией США, и с приходом в Белый дом команды Байдена для них начинаются черные времена. Некоторые в силу своей природной тупости даже это еще не поняли. А некоторые в лице прибалтийских тигров вообще мыслят другими категориями. Они всегда за тех, кто против РФ, не понимая, что времена изменились. И РФ теперь влиятельная сила, за расположение которой воюют сильные мира сего. Продолжение следует.